Привет, уважаемые друзья, это канал Slava United, меня зовут Эмиль И тренер собирает нашу команду здесь Мы, говорит, все делаем вместе И привел тренер нам двух игроков, видимо новых, видимо произошел какой-то обмен И рад видеть вас здесь, здесь Альфа Рук Амину И кто под 20-м номером, я не знаю Не вмешивай, говорит, меня сюда, я просто, говорит, играю Сказал Добрыня, и у нас, похоже, произошел обмен И кого обменяли? Очень важный вопрос Слава богу, я видел там Стефа Карри Но не дай бог они обменяли Клея Томпсона Не дай бог вы обменяли Клея Томпсона Обменивайте кого угодно, Ли, там, Барнса, Игудалу Но неужели они покусились на Святое? Давайте посмотрим Так, 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 так Тим стец Нет, не там, плеер стец Карри, Попович, так, клей, клей у нас остался Так, клей у нас остался Пришел Амину, Альфарук Амину Пришел Так, 20-й номер Карри, Клей, Ли, Богут в команде Подождите, а кого же они поменяли-то? Черт, может быть, в социал-медиа что-нибудь прояснить Так, так Новости Лиги Пока, пока не вижу Найду, скажу Кого на кого обменяли, я так и не понял Ну вот, нам дали новый билборд Future is now Потом Церемония, ну это мы уже видели Да, интересно Но Как посмотреть, кого на кого обменяли Я, честно говоря, не знаю Изменил я уровень сложности на Superstar И именно на этом уровне сложности Предлагаю нам сыграть С Clippers Ну и перед игрой в раздевалке Что-то происходит Пришел Док Риверс И так, говорит, слушайте Сегодня, говорит, будем играть с командой С которой нельзя фамильярничать Я, говорит, вам расскажу, как выиграть Они, говорит, прекрасно играют В быстром нападении Давайте, говорит, сделаем то, что мы можем Прекрасно, Док Прекрасно Ну, просто выдающийся настрой Делать то, что мы должны Да Великий тренер Так, кого на кого поменяли Пока даже не знаю Ну, вот сейчас поглядим Что насчет Ли Я его Не замечаю Так, Добрыня тут Боксирует Хорошо Настроился Изменил я уровень сложности Потому что в прошлый матч Мы проиграли Миннесоте Со счетом 111 91, что ли Или как-то вот так В общем, все было ужасно Ли в составе, кстати говоря Я не знаю, на кого они тогда поменяли Обыграли мы до Андре Джордана На вот этом стартовом вбрасывании И... Ну, меня это, честно говоря, просто выбесило Выбесило то, что Карри мажет все броски Вот сейчас Вот это тот Стеф Карри Который должен быть Который забивает Делает трешку И... Да, это Карри А на уровне сложности Hall of Fame Это не Карри Это говно И я все, конечно, понимаю Что там сложности Все дела Но... Зачем искусственно Уменьшать процент попадания Игроков? То есть... Я все понимаю Но... Как же побеждать-то тогда Если все игроки Мажут все время Игги Игги пролез Не забил Но тут Добрыня Рядом И... И есть очки Вот это мне нравится гораздо больше А то, что я видел На уровне сложности Hall of Fame Но это, извините меня, детский сад Если бы на этом уровне сложности Соперник бы играл умнее Не компьютер бы за него Точнее бросал А именно соперник играл умнее То это был бы другой вопрос Но что мы видели там? Там мы видели просто Абсолютная Абсолютная Тьма и невежество То есть Мои партнеры Они становятся тупее Вот сейчас Карри Смотрите, как он грамотно открывается Это другой вопрос Ну, Ли, я один Подняли Гриффина А почему не забили-то? Я не понял Добрыня Что такое? Почему промах? Такое нельзя промахиваться Так, Крофорда Я не стал брать на себя Но мне вот интересно Она... Все-таки Кого обменяли-то? Все-таки Альфа-рук Амину Это не самый слабый игрок Так Может быть Может быть Харрисон Барнс Есть у нас? А, вот Джи-Джи Барея 20-й пришел Джи-Джи Барея Аверал 72 Так Амину Аверал 75 Ну вот Харрисона Барнса Я, например, не вижу Я думаю, что да Она Барнса На что, двоих? Или одного? Не знаю Крофорд бросает штрафные Оба попадают 5-4 счет Это довольно-таки Интересное начало Ну что ж, поглядим Стеф Просит нас ускориться туда Пасует все равно не на Маиге Игудала Карри Томпсон Ну хорошо Главное, что Клея и Карри Не вывинили Добрыня Ай-яй-яй Ну как же так? Ну вот Хастл Пойнс У меня есть Бейджик Почему он не работает? Такие я должен забивать По идее Ну, Деандр, правда, тоже косит Так, уйди с дороги, Игудала Уйди с дороги Сейчас я Карри отдам Он этого больше заслуживает Он лучше умеет С мячом Обращаться Стеф На Ли Ли очень долго Ну Ну, Ли Что ж ты делаешь? Игудала Томпсон Ну что? Клей Решай Клей не решает Снова Добрыня Добрыня Ну как же? Ну как можно мазать раз за разом такие? Я не понимаю этого Все равно какие-то глупости Ну, бросок из-под кольца идет Просто Там Забить там делать нечего С таким ростом, как у Добрыни Это просто чуть-чуть подпрыгнуть И мяч уже будет в кольце Но нет А ведь для Дока Риверса Обыграть Клиперс Это очень важно Именно поэтому он собрал команду Нужно сегодня победить Нужно тренеру подарок сделать Ну здесь Карри должен забивать Конечно Степ Красавец 7-6 Для Андре Джордан День татарской авиации И заколотил Добрыни Попович Правда Данг почему-то неконтактный Но по-моему очень даже Сочный такой, мощный Крис Пол Крис Пол Пытается обойти Стефа Карри Пока у него этого не получается сделать Кроуфорд Кроуфорд пошел Здесь Энис И попадание от Кроуфорда Но со средней дистанции Не дальнее Ждем когда наши Сплэш Брадерс Уже наконец-таки Включат свои Трешечные резервы Пока Трешечные резервы В резерве Так, ну давай Игудала Игудала Атакуются Средней дистанции Добрыня Здесь И да Прекрасно Второй фолл Деандре И Добрыня Попович На линии штрафных бросков Попадает 18-16 Два очка Преимущество уже у нас Над парусниками Одна победа и три поражения Вот так вот стартовали Вориорс Совершенно несправедливо И я на холл фейме Поэтому отказываюсь играть То есть вообще не лети Приходится самому Набирать там Чуть ли не под 50 очков При этом еще 30 подборов Собираю Я все понимаю Но я за реализм игры Игра должна быть реалистичной Нужно забивать Вернее ставить заслоны Боллхендлеру Сейчас Боллхендлер это Игги Ставлю заслон Игги Игги им пользуются Ну пользуются в принципе Так, ну вот Это типа пик и ролл Наверное был Спейкс Прекрасно Сработала наша атакующая комбинация Моррис Спейкс Позволяет Добрыне Поповичу Первый ассист в матче Заработать Пол Крофорд Издалее Ну и попадает Вот я говорю Бесючий очень игрок Выграть холл оф фейм Ну какой здесь холл оф фейм Ребят Здесь даже суперстар Это довольно таки серьезно Люди двунал старей играют Считают что Сейчас А Скрин Скрины ставить Надо скрины ставить Ну мне же тренер сказал Ставить скрины Вот ставлю скрин Никакой реакции Вот Игги Ну Хорошо Ну сэдскрин форскор дают Я не знаю насколько мы Директиву тренерскую Выполняем Риспол Деандре Так Деандре Выжидает Пас Крофорду Это вообще не мажет Я говорю Этот Крофорд Это читер Это читер Когда против тебя Играют кари Или клей То то же самое Возникает Но Ну Ну Добрыня Что застыл То Жизь пасовать Амино Ой Скрин Ступбол Хендлер Да Спейкс Ну как же Ну что ты Папович Делаешь Ну Подойди Немножко Брось Вернее Вытяни Ручонки Надо было Винцпен Делать больше Подбор За Голден Стейт Спейкс Там молодец Добрыня Сегодня вообще Не молодец На подборах Ни разу Энис Сфарил И Андра Игудалов Встает на линию Штрафных бросков Первый попадает 38-41 Да Ли вышел Ну Игги Есть 39-41 Воюем Пока на равных Ну и Тайм-аут Тайм-аут Берет Голден Стейт Вориорс Здесь Грин Ливингстон И Клей Ну Надо было Бросать Трешку Клей Ливингстон Не забил Добрыня Ну Как же Так Ну Сколько Можно Сколько Можно Мазать Эти Простые Очки Из-под Кольца Я Я Не понимаю Этого Решительно Не понимаю Почему Он все время Промахивается Фармер Один Ну Ребят Фармер Один Почему Я должен Его Опекать Он же Маленький Богуц Фалит Но это И к лучшему Пусть Фалит Да Андрей Джордан Не самый лучший Исполнитель Штрафных Что он Нам Сейчас Наглядный Мяч Просто В лоб Сейчас Ударился Ха-ха А да Андрей Даже Не отреагировал Хорошо Мы с Богом Здесь В краске Порядок Наведем Вот сейчас Бы хорошо Бросать Потому что Два Супер Больших Практически Ну Два Центровых Там В краске И Ну Куда Ты Даешь Богу То я Скидывал Вообще Томпсон Так Четыре Секунды Сейчас Будет Атака Подбор Есть Ну Что Это Было Что Это Было Что Это Было Я Вообще Не Понимаю Вообще Не Понимаю Почему Мяч Не летит В кольцо Блейк Фармер Так Я иду На Блейка Редик Хорошо Подбор За мной Ну Надо Бежать Клей Ну Клей Ну Ты Что Делаешь Клей Томпсон Заложал Ну Иди На Дугу Бросишь Базер Биттер Нет Блин Побежал Под счет Господи Какие Они Тупые Какие Они Тупые Я Уж Даже Шаблон Отвечаю Дорис Чтобы Не Привязывалось Ну Блин Дуг Дуг Силу примерно одинаковую. Игудал. Ставим заслон. Воспользовался. Так, сюда. Ну что... Ну видишь, ведь я закрыт. Зачем ты мне передачу отдаешь? Хорошо, Игудал. Добрыня очень помог. Сейчас форсит тёрновер. И Стефен Карри забивает быстром отрыве. Но трёшки один из четырёх. Это вообще не уровень Карри. Ну как не уровень? Был бы два из четырёх, это был бы уже уровень. А тут пока не особо впечатляет. Ну вот, директиву Дока пока выполняет Деандре Джордан. Сейчас я не успел поставить спину Деандре. И тут же получили мы. Так, ну мне нужен пас, да? Пройти Деандре не получается. Ну вот сейчас я его под щит, в принципе, затолкал. И что... Что это такое? Нет, я вообще не понимаю, что творится. Почему он упал? Блокшота не было. Фола не было. Ничего не было. Он упал. Запустил мяч в небеса. Ну что, это же было этому причиной? Да, ребята. Это нечто. Блейк. Не забил. Блейк, хорошо. Наш мяч. Ну нет. Ну, Иги. Ну, почему ты... Никак не привыкну я к этим передачам. Вообще никак. Ну что? Ну почему они такие тупые? Почему они все бегут под кольцо и под соперника забегают? Какой в этом смысл? Стэф, пасуй быстрее. Давай, 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 давай. Вот, ну, наконец-то. Наконец-то хоть что-то получилось. Так. И вот так. Хук. Ну да, и хук. Потрясающе. Потрясающе. Ничего не получается. Да. Что-то надо с этим делать. 30% с игры мы забиваем. Кроуфорд. Ну, Кроуфорд, 100% с игры забиваем. Удивляться даже не стоит. А, ну и... Два штрафных будет бросать еще. Ну и... Ну и опять! Нет, опять нет! Да что ты будешь делать? Уже памфейкнул я его! Нет, все равно нет. Ё-моё. Что происходит? Хавз. Да издеваются! Они издеваются надо мной. Позорище, Добрыня. Просто в этом матче я ужасен. Не затолкаешься. Хавза просто под щит. Раз. Два. Ну, наконец-то вошло! Ну, инсайт. Скоринг я прокачал уже просто практически по максимуму. И он не забивает такие. Он должен такие забивать в любом случае. С сопротивлением, без сопротивления. Не важно. С таким ростом. Тем более, Хавз ниже. Деандры ниже. Так. Вот Блейк же спокойно забивает. Ну. Вообще без проблем. Карри. Спейкс. Карри. Еще одна трешка. Ну, на сей раз точно. И впереди мы. Вот так вот, Стэф. Здорово. Вот этого мы и ждали. А ну, Клиперс, понимаешь, командой. Никто не сё. Не знаю, выиграет ли Клиперс когда-нибудь что-нибудь. Но пока что-то у них ступор. Так, это Крофорд. Не забил. В подвор за Добрыней. Добрыне, пожалуйста, не мешайте. Добрыне заходит на взлетную. Пас. Ну, Карри. Ну, ну что? Ну что ты ждешь, Стэф? Опять. Я не могу понять, что у него за режим ожидания такой. Реальный Карри бы уже такой трюльник бы запустил. Забил бы. Подбор я забрал. Хорошо. Будем псовать. Раз у самих не очень летит. Так. Ну что это? Ну что, Спейкс, у тебя в руки прям мяч идет. Поймать не может. Ёлки-палки. И... Блэй Гриффин добивает. Ну это не ко мне претензии. Это Ли игрок. Ли должен за Блэйком следить. Четыре потери у нас. Четыре. Очень много. Для центрового это очень много. Карри. Амину. Томпсон. Так, что сделает клей? Клей там ничего не делает. Попадает. Попадает клей. Второе попадание точно у Клея Томпсона. В третьей четверти. Сколько у Крофорда, я уж боюсь представить. Он потому что унижает просто Клея. А Клей доволен. Что Клей себе позволяет? Он честь нашей команды порочит. Сослон. Ну Клей. Ну надо... Трешку реже... Что творится? Добрыня. Да, Брыня. Тут как тут. Наконец-то. Подбор. Хастл Пойнтс. У нас 17 очков. У нас Second Chance Points в основном. Спенсер Хауза надо придержать. А здесь Крис Пол. Пытается Карри обыгрывать. Ну Карри еще худо-бедно Пола сдерживает. Худо-бедно сдерживает. Амино. Ну, красавец Альфару Камину. Данк. После хорошей передачи Стефа Карри. Так. Прошел Крофорд. Крофорд опасен. Энис. Энис тоже может бросить. В прекрасный Алиуп. В руки Мориса Спейксу. Есть в жизни справедливость. Так. Прекрасный пас на Спейкса. Спейкс, к сожалению, был закрыт. К сожалению, не смог освободиться Морис. Здесь адский прессинг на Крофорда. Нужно переходить к Блейку. Блейк тут в фаворе. Ну, а Альфару Камину молодец. Выиграл. Выиграл этот мяч для нас. Пас Добрыни. Непонятно откуда взявшийся. Спейкс. Морис Спейкс. Гений. Четвертый Фолэйниса. И потрясающе. Сажают Добрыни на скамейку. Надеюсь, мы сильно не уступим. Выходим на замену в четвертой четверти. 74-67. Вот такой счет. Стэвкари делает важнейший перехват. Идет. Пасует Грину. Грин на Карри. Карри накрывают. Ну, и что такое? Тайм-аут берет. Клиперс. Да, товарищ. Ну, это ведь было совсем-совсем опасно. Очень опасно. Блейк чего ждет? А, ничего не ждет. Он обыгрывает и пастерайзит. Пастерайзит через Добрыню. Ну, Добрыня там... Ну, честно говоря, не совсем через Добрыню. Скорее, через Ли. Потому что Добрыня там был вторым лицом. А первым был все-таки Ли. Так, вот. Тандры у нас обыграть не получается. Может быть, с помощью заслона. Нет, с помощью заслона мы и два потери не допускаем. Карри. Ушел под кольцо. Забил. Вернее, заставил сфалить Криса Пола. Клей. Ну, Клей! Ну, я же не готов подбирать. И... Нет, все-таки готов. Даже готов Данк поставить. Яростный. Ну, у Клея не летит. Вообще не было ни одного матча еще пока. Моего за Голденстейд. Где я мог сказать, что у Клея полетели трешки. Вообще не летят. То есть... То же, что и Фридет и остальные. Пол! Ну, вот зря. Зря Добрыня сейчас так поступил. И... Ой-ой-ой! Вот это... Вот это Хавс подловил. Но, к счастью, все обошлось. И у меня задача от тренера забивать из поста. Забивать из поста. Я тренера слышал. Я не дурак. Я из поста буду забивать. Но пока что вот так. Это не пост. Но важные-важные фолы. Важные очки. Нужно забивать оба штрафных. Первый штрафной вошел. Второй штрафной вошел. Прекрасно. 80 на 73. И сейчас будем забивать из поста. Ну, для начала надо отзащищаться. Отзащищаться... Ну, здесь очередной чудо-наброс от Криса Пола. Вообще олеупы не летят. В 14-й части с этим делом было все в порядке. И у Крис Пола по нескольку за матч выходило. Кстати, на Холл-Фейме тоже мы играли. Вот тогда еще за Пеликан. Добрынь Попович наступал. Заслон. Да не попадаются. Не попадаются. Заслоны они... Клей. Со средней дистанции. Попадают. Но еще бы не попал сейчас Клей. Радости-то сколько! Радости-то сколько! И двушку забил. Потрясающе. Крис Пол. Гриффин. Не забивает. Блейк. Ну и мы идем в пост. Нам же тренер говорит забивать из поста. Ну, из поста так из поста. Из поста так из поста. Так. Ну, вот пост. Вот пост. Что? Я вышел из... Ё-моё! Ну, вышел же я из краски! Потом зашел снова. Нет. Не посчитали. Тюрновер на ровном месте. Ёлки-палки! Да что ты будешь делать? Просто игра заставляет нервничать. Она выводит, как ни одна другая. Криффин. Кроуфорд. Ну, у Кроуфорда все летит. Это надо иметь в виду. Нет, не все. Слава богу, не все. Так. Ну, я забивать из поста пошел. Мне же тренер сказал. Раз. Два. Три. Так. Раз. И два. Хорошо. Вот забил из поста. Все в порядке. Добрыни Попович. Ну, вот как-то неуклюже у меня получается. Не ведутся уже на мои приемчики соперники. Крис Пол. Что делает? Пасует Гриффину. Блейк. Тут финтит Блейк. Правда, снова не забивает. Добрыни Попович тут как тут. Идем забивать из поста. Да. Да, да, да. Нам же... Нам тренер сказал. Забивать из поста. А если тренер говорит, надо делать. И Добрыни Попович делает. У нас уже преимущество более 10 очков. Суперстар уровень сложности. Крис Пол. Что делает? Там Хавс очень много проблем доставляет. Попадает Крис Пол треху. Сокращает разрыв до 10 очков. На 6 потерю Пола. Вот они все во многом объясняются именно его вот этими странными желаниями. Алиуп совершить. Так, выбегаю. Хавс. Раз. Два. Туда. И туда. Ну что ты будешь делать? Подожди, это же был пампфейк. Не знаю, что такое пампфейк, видимо. Добрыня. И ухудшает свой процент попаданий. Гриффин. Гриффин с отклонением заваливает. Разрыв сокращается. Бедный док. Совсем он за этот матч посидел. Нет тренерского задания у нас сейчас. Разыграем комбинацию, которая называется панч 4. Ну давай. Запанчим. Раз. Пас. Так, что обратно? Ну давай обратно. Раз. Два. И обратно. На трешку. Ну я рассчитываю, что он все трешки будет кидать. Он не кидает. Ой-ой-ой. Ну, Стэф. Ну куда же ты полез? И клиперсы бегут сразу сокращать. Разрыв. Игудала. Хорошо. Андре. И сейчас пас Добрыня. Добрыня возвращает на Кари. Кари не подвел. Кари не подвел. 6.16 у Стэфа Кари. Гораздо хуже процент попадания, чем у того же Добрыни Поповича. Ну и таймал очередной. Берут клейперс. 788. В нашу пользу. Ну и хавс. Что? Что у него? Это будем считать был алиуп. Вот. Два это. Ой, а два это. Говорю. От Криса Пола. Довольно нелепая алиуп. Но. Так. Ну клей. Ну куда же ты лезешь-то? Я же там еще не готов. И только первый фол. Обратите внимание у Кроуфорда. Это говорит о том, что совсем клей его не напрягал в проходах. Да и трешками не сильно напрягал. То есть слабоват сегодня клей. Слабоват. Не его уровень, а явно. Кроуфорд. А вот Кроуфорд через клей набросал, я не знаю сколько очков. Вот 24. У клея 8. То есть в 3 раза. Ну, Карри, ну ведь все сделал я для тебя. Томсон. Карри. Наслон! Ой. Не пользуются моими наслонами. Оп. 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 И фол. Блейка Гриффина мы вынудили таки не сдержаться, сфалить. Третий фол у Блейкушки. Добрыня. Пас на дугу. Вернее, не совсем на дугу, а на Карри. Карри не забил. Открытый бросок, между прочим. Что там уж было не забить, я не знаю. Что-то с Дандер Джорданом, похоже, случилось, потому что играет сейчас не он. До 5 очков сократили, между тем, отставание Клиперс. Да, вот так вот. Концовка-то обещает быть напряженной. А забей Карри те 2 очка! Вот представьте, вот забил Карри, и все. И там уже проблем вообще никаких нет. Добрыня! Хорошо. Важные очки от нашего богатыря. 27 очков. 9 из 18, но ровно половина. Конечно, можно было бросать точнее. А вот все, Деандр вернулся. Видимо, берегли его на концовку специально, чтобы он свеженький вышел под Добрыню. Кроуфорд забивает. Забивает. Все забивает. Вот этот парень. Томпсон. Ну, Клей, ну я же не готов. Ладно, Клей тоже решил побросать. Тоже решил включить свой бросок. Очень вовремя. Сейчас бросок Клея Томпсона нам нужен как никогда. Равно как и броски всех остальных членов команды. Кроуфорд, издали. Ну, это хорошо. Это хорошо. Не забил. Карри. Торопиться некуда нам. Ну, Карри! Что ж ты делаешь, Стеф? Я же не был готов к Алиупу. Решил мне набросить. Ну, потери не было, слава богу. Будем бросать штрафные. Первый есть. И очень важно. Сколько его забить. Ну, в принципе, уже, я думаю, не отыграются наши соперники. Но два штрафных от Добрыни Поповича еще больше заставляют нас в этом увериться. Ну, как бы сейчас Криспол не торопился. Может, конечно, он трешку сделать. Может отдать пас на Кроуфорд до того же. Кроуфорд бросак со средней. Не попадает. Добрыни Попович зато забирает подбор. Так. Будем пасовать. Кари. Стеф. Хорошо. Здесь Томпсон. Так. Клею нужен заслон. Я так понимаю. Да. Нужен заслон. Он им пользуется. Бежит и забивает. Ну, хороший заслон на Добрыни Поповича. Надеюсь, хоть спасибо скажет. 29 плюс 29. Весьма внушительные показатели у нашего богатыря. Криспол. Ой, ну что за джампер дикий. 29 плюс 30 уже у Поповича. Ну и шикарно. Завершается этот матч. Golden State Warriors одерживают победу. Довольно уверенную. 98-87. Игрок матча. Ну, поздравляю вас с победой. Как, говорит, вы создавали пространство для бросков для себя. Я скажу, я делал много движений. Это, говорит, очень сложно. Нужно финтить. Создавать моменты. И вот поэтому команда забивает. Так, примерно сказал Добрыни Попович. Заработали 812 монеток. Ну и Player of the Game. Да, а как вы думали? Конечно же Добрыни Попович. Ну, жалко, что данков очень мало. Но, что есть, то есть. Моментов можно было реализовать и больше. Это безусловно. И 29 очков это далеко не предел. Три асиста тоже. Ну, 30 подборов это так нормально. Нормальный такой показатель от Добрыни Поповича. То, что он сегодня вытворял. Это было здорово. Но несколько данков он все-таки поставил. Вот, например. Правда, его не засчитали контактным. Я все на пастерайзера рассчитываю. Думаю, ну дадут мне наконец этого пастерайзера или нет. Но пока что-то не дают. Пока, видимо, считают, что я недостаточно хорош в посте. Вернее, в пастерайзе. Ну и вот. 32 номер обязывает мощно играть под кольцом. Обязывает доминировать. Тот же номер был у Фридетта. Но Фридетта... Я не знаю, где Фридетт может доминировать вообще. Он даже у себя в душе, наверное, дома не доминирует. Ну и раздевалка после игры. Видимо, кто-то нам что-то скажет. Может быть, Док нас похвалит. Да. Прекрасно, говорит, ты сегодня подбирал. Это было потрясающе, да. Спасибо, тренер. Я много работал, бокс-ауты делал. Занимал хорошие позиции, бросал. Я знаю, говорит. Это, говорит, тебе вознаградилось все твои тренировки. Ну и, говорит, не думай, что сейчас можешь расслабиться. А Добрый говорит, ничего. Я, говорит, все, сохраняю уровень бедры. Док кивнул. Ну, конечно. Великий тренер. Я это еще перед матчем сказал. Ну и наш коуч запасной решил нас потренировать. Самое главное, говорит, это пост. Просто, понимаешь, пост. Смотрите, говорит, на размены. Пасуете. Смотрите, как играют защитники. Если, говорит, оппонент небольшой, значит, его защита слаба. И можно через него, мол, назабивать. И сейчас вот он нам покажет фильм. Этот тренер, он только ругаться умеет, в отличие от Дока. Док иногда хвалит, а этот только ругается. Давай фильм свой. Вот, говорит, короче. Смотрите. Вот, допустим, здесь Ленард стоит. Он отдает пас Данкову. Вот, говорит, в посте, говорит, можно забить легкие очки. Нужно, говорит, подождать, когда он займет хорошую позицию. И, так, ты всегда... Вот, вот что, короче, надо делать в посте. Мы, говорит, должны сделать все, чтобы не давать им бросать с периметра. Если у нас есть хорошие открытые люди на периметре, должны им пасовать. Если, говорит, вот, говорит, посмотрим еще раз на экран. Смотрите, говорит, защитник рядом с ним. Вы ничего не можете сделать. Ну, вот он из-за заслона выбежал и бросил. Это, говорит, хороший опен лук. Смотрите еще. Мы, говорит, должны лимитировать броски с периметра и всегда быть рядом. Но вот здесь вот ошибся защитник рядом с Паркером. Я, говорит, верю, что когда тренер попросит в следующий раз, об этих вещах, вы это все сделаете. А теперь всех жду на тренировке. Итак, у нас открылся апгрейд. 81 из 100 апгрейдов открыты. Нормально. Еще бы дали какой-нибудь бэдж. Неудивительно, что после такой феерии, Дональд Реджордан, Джамал Крофорд, Рейдик, все подписались на Добрыню Поповича. Ну и очень здорово. Все оценивают нашу победу. Это хорошо. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.